здравствуйте друзья опять с вами здороваюсь через зеркало покажу вам сегодня один из дней отельера или как это называется короче держателя маленького отельчика вот только что уехали люди две комнаты были заняты и они уехали в первой комнате я уже собрала постель вторая ну вот выглядит так после людей надо сказать что прошел почти месяц с нашего первого посетителя людей иногда два иногда три и все из них были так сказать приличными оставляют номер в хорошем состоянии ни разу не было такого чтобы кто-то что-то сломал там помял и вот эти люди тоже вот они так постарались они заправили вот постель да расскажу вам сразу ребята и девчата если вы где-то останавливаетесь номере вам очень понравилось и вы хотите и вы хотите вот помочь персоналу это не заправляете потому что это лишняя работа если уж очень хотите помочь что просто можно снять все вот эти вот постельные принадлежности где-то их там сложить ну такого нас тоже никогда не делали люди прилично не стараются заправить постель но это лишнее потому что это лишняя работа для персонала но чисто вот так вот морально приятно спасибо люди хотели сделать хорошее вот оставили аккуратно и все опрятное это второй номер я здесь уже поставила стираться постель и застелила свежую простыню и поскольку поскольку сегодня людей не будет у меня есть возможность поснимать для вас потому что бывает так что вот одни уезжают и сразу же приезжают другие тут уже возможности снимать нет тут надо делать все очень быстро потому что у нас люди живут до 11 часов и в два часа уже возможен следующий заезд то есть на уборку остается только три часа в чем главная проблема даже не проблема то что меньше всего нравится то что люди заказывают номер подавляющим большинстве только на одну ночь я уже говорила что такова специфика города аукс но это не какой-то курорт где люди приезжают надолго это просто милое местечко куда люди приезжают посмотреть приезжать посмотреть на крепость на парк искупаться в озере может быть но это опять же не то место где люди приезжают на неделю это конечно с одной стороны создает поток с другой стороны это очень удорожает обслуживание этих самых туристов и понижает наши заработки потому что вот этим заниматься приходится каждый день вот вчера постелили свежая сегодня сняли в стирку следующая и так каждый день под одеяльники сразу же застегиваю поскольку всем известно что они прожорливы и во время стирки стараются все в себя упихнуть что только можно и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Посмотрим, что будет дальше. Может быть, я ещё найду эти полотенца. Но это такая... Просто сама себя успокаиваю. Ну, урон где-то, наверное, 20 евро. Один комплект около 10 евро стоил. Большое полотенце, маленькое. Недорогие, естественно. Но, поскольку у нас сами расценки-то невелики, и поскольку люди каждый день меняются, идёт очень много на стирку. То есть, идёт электричество, идёт вода, идёт всякая бытовая химия и на уборку тоже в том числе. Это всё минус-минус-минус. Мало того, что все постельные принадлежности, те самые полотенца, они изнашиваются от каждодневной стирки. То есть, их быстрее надо будет менять. И когда что-то пропадает, ну да, ну да, ну нищими мы не станем. Но, тем не менее, это не прибыток. Ну, вот так. Но жизнь продолжается, надо продолжать убираться, потому что приедут другие люди. Развешиваю я сушиться так, чтобы потом не гладить. Глажу я только в самых крайних случаях. Это если в самом деле уже реально мятое. Потому что это электричество, опять же, это всё минус-минус-минус. И моя отработа, мой труд, не всегда есть время. Так что, у нас всего лишь три звезды. Так что, как есть, так есть. Главное, что всё чисто, да, всё чисто, всё, можно сказать, стерили. У нас два одеяла на каждую кровать. В идеале, конечно, две кровати отдельные. Потому что, если даже это супружеская пара, то хотят сдвинуть, хотят раздвинуть. А если, например, люди приезжают, ну, чужие друг к другу, условно говоря, там, ну, или две подруги, или два друга, которые друзья просто. И на одной кровати спать под одним одеялом, ну, это как-то так. Поэтому мы вышли из положения, заимев два одеяла на каждую кровать. Я думаю, что, даже если это просто друзья, то переспать так вполне даже нормально. Итак, постель застелена. Ну, вот что я всё время глажу, постоянно, это наволочки. Во-первых, почему-то получается так, что при сушке они ужасно мнутся больше, чем всё остальное. Потом они все на виду, то есть их видно сразу. Ну, и в-третьих, всё-таки человек ложится на них лицом, ну, и не вредно прогладить ещё разочек, ещё разочек продезинфицировать. Итак, друзья, это уже следующий день. Вчера как-то я так взбуражилась из-за пропажи полотенец, я прекратила снимать. Ну, сегодня день продолжается, и, собственно, то же самое, что и вчера. Только сегодня я уже убираю синюю комнату. Вот, это мы называем синей комнатой. Только-только что уехали отсюда люди, только-только что. Я вот только что застелила. Сейчас буду убирать сантехнику вместе с вами, наверное. И приезжают прямо сегодня, приезжают люди, которые будут жить сразу в двух комнатах. Ну, одна комната готова, и вот вторая. Итак, что вначале я смотрю? Я смотрю, вот этот вот стаканчик им пользовались или нет? Не пользовались вообще. Поэтому я его только слегка дезинфицирую. Ну, а всё остальное надо, надо, надо. Так, туалетная бумага. Если остаётся вот такой маленький рулончик, я уж его не оставляю. Я его забираю и на его место новый свежий поставлю. Если остаётся где-то две трети и больше, то оставляю. К при великому счастью, люди не пользовались кухней. Вообще. Так это. Вообще. Даже раковиной это хорошо. Это облегчает мне работу. Вообще, люди хорошие были. Семейная пара приехали посмотреть. Алуксны наши. Очень остались довольны. Это всегда приятно. Средства, которыми я пользуюсь, я их отвернула, чтобы не сказали, что я даю им рекламу. Ну, во-первых, это уксус. Отлично для разных кальций и прочего. Это средства для окон, это для туалета, это ещё один антикалик. У нас это очень актуально, очень кальцинированная вода. И дезинфект. Дезинфект, которым мы руки протирали, когда у нас была пандемия. И до сих пор он стоит, потому что на всякий случай люди могут им воспользоваться. Держим его в общедоступном месте. Ну, для уборки я его тоже использую. Первонаперво проверяю, всё ли есть. Так, стаканчик я протёрла, продезинфицировала. Это жидкость для мытья рук. Мыло, жидкое мыло. Есть. Есть. Так, дальше. Жидкость для мытья тела. Есть. Шампунь. Есть. Так, тут палочки для ушей. Есть. Потом это всё протереть, естественно, надо. И вот эти вот ватные протирочки тоже есть. Всё есть. Так, мусорник поменяла. Туалетную бумагу поменяла. Совсем уж, конечно, у меня не получится прямо вот так вот и снимать, и протирать. И саму себя, красавицу показывать. Ну, немножечко, немножечко ради интереса. Пшик, 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 пшик. Хотя чистое было бы зеркало, но на всякий случай надо всё-таки. Пока я тут лампочку заодно протрём. Ну, в общем-то, всё, всё стеклянное. Здесь главное смотреть, чтобы ни кожа сохрани, никаких там отпечатков пальцев не осталось. Вот это вот главное, чтобы вот вообще было всё чисто-чисто. И особенно там, где люди прикасаются своими руками, это главное. Пока я занимаюсь уборкой другой сантехники, надо залить фарфорового друга, чтобы он хорошенько настоялся, чтобы всяких там микробиков убить. Средства идут как ненормальные, вот этот уже кончается, но сегодня мне ещё пока хватит. Пусть стоит, микробика выбивает, а потом я ещё дезинфектно его сбрызну. А я приступаю к мытью всяческой загляционированности, а именно вот этой раковинке, ну и душем, соответственно. Для начала возьму простой антикальк. Антикальк, ну, тут, кажется, палка в двух концах. Тут немного кальция, где-то как-то немного пользовались. Но тут ведь не только кальций, но надо, чтобы ещё никаких следов рук не оставалось вообще. И вот как-то этот антикальк не всегда, он какие-то разводы иногда оставляет. И тогда пригождается уксус. Вот уксус как-то лучше у меня получается. Вообще тогда ни кальция, ни разводов, ничего. Ну, посмотрим. Так, ну, вроде бы получилось, вроде бы блестит. Особенность вот такой уборки, как вот сообщественной, должно быть не только по факту всё чисто, но ещё должно быть внешне презентабельно. Никакие там разводики, которые вот как-то тут есть. Ага, тут ещё потру. Ножники, разводики или, боже, сохранить какие-то следы пальцев, не допускаются от слова совсем. Так, а я приступаю к душу. Вот он такой весь разводистый. То же самое. Вначале антикальком. Потом для блеску чем-то другим, скорее всего уксусом. Ну, а вот стены тут уже стабильно антикальком. Надо всё-всё-всё протереть. Так, ещё заодно надо обязательно проверить, как работает слив. Потому что ему тоже надо время от времени чистить. Ну, это нормально. Вроде вода не собирается, всё так хорошо. Так, да, тряпочки разные. Не подумайте, что одну мою и раковинный туалет. Вот я их меняю. Они тут настиранные у меня лежат. И одна за другой я их меняю по мере необходимости. Так, ну и фарфоровый друг настоялся. Настоялся. Да, конечно, надо всё сделать с перчатками. Но как-то я не мою, мне жарко, неудобно. Я потом очень тщательно помою. И всё будет только. Так, сверху я тоже помою таким универсальным средством. А потом всё ещё тщательно попрыскаю дезинфектом. И уже просто отдельной бумажной салфеткой везёт дезинфект. Теперь пыль. Здесь тоже я преснула средство для стёкол. Ну, люди тут, я посмотрела, не пользовались этим столиком. Вот. И поэтому тут всё просто. Шкаф тоже им, конечно, не пользовались в этот раз. Так, как так, вот так вот. Но протереть надо в середине, потому что пыль-то набивается. Ну, поверхности у нас тут не хитрые. Лампочки. Как бы всё чисто, но... Пыль набивается. И обязательно-обязательно подоконники. Потому что тут всяких букашек, таракашек набивается. Прям до неприличия. До неприличия. Ну, заодно и радиатор. Радиатор иногда надо вот полностью протирать. Но это не каждый раз. Сейчас такие довольно-таки чистые. Ну, вот. Осталось только помыть полы. Так. Последний штрих. Положить в коврики. Чистенькие. Вымытые, высушенные. Сюда такой, чтобы не было скользко. Потому что у нас были жалобы. Кто-то чуть не уйдался в душе. Говорят, что было скользко. А сюда лохматенький. Дабы было приятно моде ставить. Это всё, конечно, тоже меняется. Каждый раз инвестировается. Ну, этот мы кладём только потому, что люди жаловались на скользкость. Лично я для себя бы такой не хотел. Я его, конечно, мою после каждого посетителя. Но, понятное дело, не кипячён. Резиновый. И поэтому, ну, насчёт дидиены. Как есть, так есть. Вымытый он без высоких температур. Чистота, красота. Теперь проверяем. Так. Занавеска задёрнута. Туалетная бумага есть. Мусорник поменяли. Шампунь и прочее на месте. Готово. Полотенце есть. Всё остальное вроде есть. Готово. Кухонные полотенца на месте. В холодильнике. Молоко для кофе. Вода для питья. Всё есть. Цветок, Полит. Этот цветок живёт в нашей семье уже, наверное, лет 20. Он всё время жил в Риге. Но в прошлый раз я его привезла. Он был гораздо выше. Прям гораздо, гораздо выше. В машину, понятное дело, не помещался. Поэтому лишнее, с моей точки зрения, я срезала. Ну вот, пускай живёт и здесь. А пока я возилась наверху, постиралось бельё. Развешивать стараюсь так, чтобы минимально мялось. И чтобы гладить потом тоже минимально. Желательно не гладить вообще. И последний штрих. Надо задёрнуть вот эти занавески. Повесили их специально, дабы отделить нашу часть от гостевой. Теперь это выглядит так. Когда люди входят, вот наверх пошла гостевая часть. А наша часть прикрыта. Создаёт некую приватность. Я на этом с вами попрощаюсь. Сегодня у меня было немного дел. Завтра будет больше намного. В два раза, даже в три. Потому что кроме того, что эти люди уедут, и вместо них сразу же в две комнаты въезжают следующие. Завтра у меня ещё небольшая халтурка. Деньги как-то надо зарабатывать. Ещё и подхалтуриваем. Там мы по очереди с дочкой. Но сейчас я говорю, все разъехались. Осталась я одна. Надо как-то выкручиваться. А вам всего самого доброго. Самого хорошего. Процветания в вашей работе, бизнесу, любым начинаниям. Всего самого доброго. До свидания.